Это скудость, так сказать, да, трёх, двух, трёх мыслей, а я пришёл, и как всё завертелось. В вашем понимании вопроса... Ну, мы работаем группой, мы сотрудничаем на всех этапах, просто. И как бы я участвую в написании сценария, Марина участвует на съёмках фильма. Вы знаете, я точно знаю, что самый неприятный и самый глупейший вопрос вообще, который так могут быть, а вы, кстати, готовьтесь к своим вопросам, я пока глупые звоню, вы готовьте умные. Так вот, самый глупейший вопрос, была ли у вас, что вы хотели сказать в вашем фильме, и была ли у вас сверхзадача? А можно в двух словах эту сверхзадачу услышать? Может, она, кстати, есть у кого-то из актёров? Вот, сверхзадача... Отпечает Алексей Подольский. О, отвечает Алексей Подольский. На этот вопрос. Такая пятёрка с датаков. Я не помню, что сверхзадача какая-то. Это было так давно, когда ее озвучивали последний раз. Ну, так, ну, какой-нибудь экспромт, Алексей. Мы уже убедились, как зрители, Васильевич, в первой части, что вы просто мастер, в том числе, мне кажется, экспромтов, если это не всё, такая большая репетиция. Нет, тут скромный, стеснительный человек. Не мучайте его. Но одна из сверхзадач была снять современную комедию, хотя бы, какую-нибудь подобную тем, что снималась 50 лет назад. В конкурсах. Гайдай. Он почитал просто, что там пишут про Шепетушоу, и теперь... Говорят, детьми слава. Поперём цитирую. Я обещала, что всё будет построено на ваших вопросах. Есть в зале вопросы? Есть в зале вопросы?